И выбор, который вы делаете, определить наследие Ходмартса. Магия, такая прекрасная и всемогущая, связывает воедино нашу долгую историю. Эти общие узы, объединяющие нас, и есть наследие Ходмартса. Пришло время написать вашу собственную историю в этих священных залах. И может даже определить будущее волшебного мира. Каждый коридор, каждый портрет, каждый камень сего замка историю глаголят о ведьмах и волшебниках. Кто были до вас. Здесь вы встретите лучших друзей. А также раскроете свои магические способности на уроках у самых талантливых профессоров. И пока вы только начинаете свое путешествие в Хогвартсе, то варите зелья, приручайте фантастических зверей и оттачивайте заклинания. Ведь есть же мир и за пределами этих стен. Мир, опасности которого вы даже представить себе не можете. Да и знания о нем позабыты давно. А сей странный и мистический талант, что живет у вас, может быть ключом к замку дремлющей силы. Ваш потенциал безграничен. Но какую форму он примет? Грядущее путешествие покажет, чего вы стоите. А, похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, что было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковались в тех, что я показал? Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то так быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что будете способны, получив свою. Спасибо, профессор Фик, в том числе и за то, что согласились позанимать. О, Элиазар! Джордж, рад, что ты нашел нас, хоть я и описал это место весьма туманно. Мне не впервой трансгрессировать непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка, и я слегка напугал каких-то театралов в Эст-Энде. Давно мы не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Давай-ка лучше не здесь, Элиазар. Разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир и церемонии распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я за вами увяжусь. Что вы несете, сэр? После вас. Давненько я не бывал в замке. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. Ну и кто же твой спутник? Новое пополнение. Новое? Да, сэр. Меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь никто из преподавателей не помнит, чтобы в Хогвартс поступали так поздно. И я не помню. Ну и поскольку у других пятикурсников Балафора в целых четыре года, директор попросил меня до начала занятия немного позаниматься с новичком. Значит, вам очень повезло с наставником. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, поэтому он занял такой пост в министерстве. Ты это видел? Да, никто не знает, насколько Ранрак опасен на самом деле. Мое мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириам? Как? Она написала мне о нем незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве о его делах. Но прежде чем я смог ответить, она прислала вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Без какой-либо записки. Возможно, ей... Нужно было поскорее это отправить, чтобы спрятать. Чтобы не попало к Ранраку. Я не смог открыть. Футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гоблинский металл. Этот символ... А что это за свечение? Я ничего не вижу. И я тоже. Мерлинова борода. Как вы это... Стойте! Мне... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ключ! Дайте руку! Отдох! Вы в порядке? Вы пострадали. Самую малость. Возьмите. Это рябиновый отвар. Вмиг поставит вас на ноги. Что произошло? Бедный Джордж, он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь! Нападать на летящую карету. Ни один дракон не стал бы. Профессор? Сэр, где мы? Не знаю. Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого коснувшегося в определенное место. Кх-кх-кх-кх. Кх-кхм. Кх-кх-кх! ПОДПИССКИЙ СЕТРА Кх-кх-кх-кх-кх! Добро пожаловать в банк Гринготс. Вам нужен сейф номер двенадцать. Именно. Ваш ключ? Из футляра. О, да, разумеется. Прошу за мной. Держитесь рядом. После вас. Нарисовывайте руки, закрой тележки, если не хотите им лишиться. Номер сейфа. Двенадцать. Исторический день. Проезжайте. Профессор. Повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Вот мы на месте. Сейф номер двенадцать. Благодарю вас. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Сам не знаю. Сэр, вы не могли бы... Порядок доступа к сейфу домер двенадцать. Обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Берегите! Братега! Апсо! Исцентр! Львёша! Декульфро! Вот вы где. Как вам? Что это за место? Я не знаю. Но вот это висело в воздухе над той... Чашей. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нём можно увидеть воспоминания. Интересно... Делайте, как я. Все готово. Портал спрятан. Очень хорошо спрятан. А что если путём, который мы создали... Будет невозможно пройти. Не пройдут те, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видеть то, что не видят другие, недостаточно, Перселай. Мы уверяем тому, кто ступит на этот путь могущественные тайны. Ради этих знаний многие на всё бы пошли. Да. Надеюсь, мы правы, Чарльз. Ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, докажут, что достойны. Знаний и ответственности на них возложены. Мы сделали всё, что мы... Так вот, что вы видите. Свечение, которое окружает их. Да, сэр. Поразительно. Я что, вижу магию? Если точнее, следы очень древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена. Но так и не сумела. Мириам, а, возможно, и Джордж погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И, похоже, именно вы способны пролить свет на причины их гибели. Мы бы... Одна только что тут всё было совсем иначе. Кто-то идёт. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. Я был прав. Run, Рок. Похоже, моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и не посетит хранилище Рекхэма. А что ты здесь забыл? Спокойней. Просто отдай мне то, что ты здесь нашёл, и мы забудем старые обиды. Сэр, у них был ключ от сейфа. Хорошо подумай, что ты сейчас скажешь. И я... я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен чётко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ. А у вас... Ой! Терпеть не могу предателей. Так... О чём мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Может быть, твой юный спутник окажется посговорчивее. Это что если вы хотите, то, что делается, чтобы не пропуститься. Терпеть не будет. Терпеть не будет. Отогреть не будет. Терпеть не будет. Я знаю, как отсюда выбраться! Пробеса! Вы в порядке? Да, сэр. Какой же могущественный гоблин! Похоже, моя магия на него даже не действовала. Где это мы? Быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, этот медальон и создал весь этот путь, хотели, чтобы именно вы оказались здесь. Идемте. Нас еще ждет церемония. КОНЕЦ О, славно! Церемонию мы еще не пропустили. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, так будет уместнее. А теперь нужно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Нужно рассказать о Джорже и предупредить о Ранреке. А то, что произошло сегодня, останется тайной между вами и мной. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, вы готовы к церемонии? Финес, Неджаэлус, Блэк. Так, будем сейчас вас знакомить с нашим директором. Фиг, все-таки снизошли до нас. Церемония уже завершилась. Возникли затруднения. Затруднения? Ситуация с гоблинами нам довольна. Гоблины, не надо слухов, Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. Если изволите, то пройдите церемонию распределения. Поговори в другой раз. Профессор Уизли, мы распределили еще не все. Отлично. Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Твоё место в Слизерин. Ах, да, и еще кое-что. Из-за несчастного случая прошлой весной, в этом году, все соревнования по квиддичу отменяются. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя, еще не поздно. Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Я сказал, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли, извольте сопроводить нашего нежданчика в гостиную. Как раз собиралась, сэр. Так вот, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя обязанность, как заместитель и директора, проводить вас в гостиную. Нам сюда. Начинать обучение с пятого курса необычно. Будет сложновато. Но, думаю, вас это не пугает. Я приложу все усилия. Я не сомневаюсь. А вот и вход в гостиную с Лизарина. Чтобы войти, нужно лишь произнести пароль. Стремление. Хорошо. Стремление. Отлично. А теперь советую вам выспаться. Завтра очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Надеюсь, первая ночь пройдет спокойно. Приятных снов. Чем могу помочь? А, это же ты, новый пятикурсник. Я Себастьян Сэллоу. Добро пожаловать на Слизарин. Спасибо. Не всех провожает в школу представитель министерства. Это был друг профессора Фига, присоединившийся к нам в пути. Все равно, весьма впечатляюще. Угораздило же попасть в такую передрягу. Хорошо, что вы с Фигом в порядке. Нам с профессором Фигом повезло, что мы выжили. И впрямь. Как же вам удалось уйти? Если честно, все до сих пор как в тумане. Я не настаиваю. Ты пока устраивайся. Позже поговорим. Было приятно познакомиться, Себастьян. Не буду тебе мешать. Взаимно. Удачи. Я... Кажется, я что-то слышала. Вряд ли мы интересны русалкам. А, судя по оживлению в гостиной, ты и есть новый пятикурсник. Я Оменис. Оменис Мракс. Приятно познакомиться, Оменис. Знаешь, толк в эффектных появлениях. Да нет уж, куда лучше было бы сюда приехать вовремя и без встречи с драконом. Понимаю. Это ужасно. И страшно. Хорошо, что ты на Слизерине. Если тебе в чем-то понадобится помощь, то обращайся. Спасибо, Оменис. Приятно с тобой познакомиться. Полностью взаимно. Не стесняйся. Эй! Обернись! Тут есть свободное место. Спасибо. Привет. Я Натя. Так ты есть новичок? А с профессором Ронином уже знаком? Хе-хе-хе. Ну что, начнем? Хе-хе. Приветствую вас, пятый курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но, сперва, кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? А-а-а, сейчас уже поздновато повторять материал. Хм... Что ж, каникулы сделали свое черное дело. Хе-хе. Вы что, все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения? Хе-хе-хе. Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Хм? Хм... Значит, будем все вспоминать и учить! Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга! Поскольку учебники вы все равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите свое место. Акция! Неплохо! Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните, важна именно практика. Продолжайте, и, может, когда-то превзойдет даже мисс Оной. Все молодцы, пока хватит. С азами мы разобрались, а погода сегодня чудесная. Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Вся за мной! Я считаю, что веселье и мастерство друг другу руки трут. Думаю, игроки в квиддич меня поймут. Итак, что лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Первым пойдет наш новый ученик. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Мне потребовалось пара-тройка недель на освоение акций. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Приятно это слышать. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Уагаду перед четвертым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Что ж, приятно было пообщаться и посоревноваться с тобой. Остолбиней! Остолбиней! И это все, что ты можешь? Бомбарда! Левиоса! Профессор Геккот! Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров. Вы, наверное, о ней слышали. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем восточном Уэльсе? Отвечу. Все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защититься, мистер Проэт. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Левиоса! А теперь попробуем кое-что покрупнее. Очень хорошо, но лучший способ практики — это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлян, ты на позицию. Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, на этой дуэли допускаются только Левиоса, основное заклинание и Протего. Начинайте. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да я будто против опытного дуэлянта выступал. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но, может, это не первая твоя дуэль? Далеко не первая. Тебе повезло, что я бился не в полную силу. Ну тогда. Мы просто обязаны как-нибудь провести честную дуэль. Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Закрытый и неразрешенный клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэльный клуб. Или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. Найди Люка на Шумсби у входа в Часовую башню. Если тебе это интересно. Нати, надеюсь, тебе пришлось не очень долго ждать. Вовсе нет. Профессор Уизли сказала, что тебе нужно побывать в Хоксмиде. Тебе должны быть нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть. Да, мне не терпится. Хорошо. Тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее, что есть в Хоксмиде. Сейчас подойду. А, это вы. Ээээ... Минутку, я сейчас. Здравствуйте, мне нужна... Новая палочка, да-да. Давно пора. Верно, я... Почему давно пора? Вы ведь тот самый новый пятикурсник? О, да что я спрашиваю. Конечно, это вы. Мое имя Гербальд Оливандер. Ну уж про Оливандеров-то вы наверняка слыхали. Наши волшебные палочки лучшие в мире. Очень-очень рад наконец с вами познакомиться. А теперь идемте. Найдем для вас подходящую палочку. Нет, 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 нет. Не ты. М-м-м-м... О, да, да. М-м-м... Сильная сердцевина. Десять с половиной дюймов. Ты можешь подойти. Вот. Попробуйте эту. Ну же, взмахните. Странно. Еще разок. Взмахните-ка ею как следует. Ух ты. Похоже, это не лучший выбор. Не волнуйтесь, мы что-нибудь вам подберем. М-м-м... Нет, не ты. Так. Может быть. Да. Редкая древесина. Тринадцать и три четверти дюйма. Сердечная жила дракона. Попробуйте вот эту. А, ой, Ванюшкин, светлые небеса. Что ж, ты возвращаешься на полку. Это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Ну, надо же. Где же ты? А, может, ты? А, вот ты где. Да. Пожалуй, ты подойдешь. Вот. Возьмите. Что скажете? Поразительно. Хе-хе-хе. Еще одна палочка обеспечит еще одно блестящее волшебное будущее. Хе-хе-хе. Ах. Бам-бам нас! Выманите его подальше от домов. Убедите от деревьев. КОНЕЦ 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 Ты говорил, что займешься ребенком, когда они будут в Хоксмиде. Что тебе нужно что-то, что всех отвлечет. Я тебе это устроил. С тем, что ты устроил, справился простой ученик. Что это за ребенок и что ты скрываешь? Учти, что если ты не сможешь справиться даже с ребенком, то ты мне вовсе не нужен. Идем. Они нас заметили? Кажется, нет. О чем этот гоблин говорил с Виктором Роквудом? Ранрак заодно с Роквудом? Про этого гоблина писали в Ежедневном Пророке. Так и думала, что я его где-то видела. Идем. Лучше поскорее зайти в Триметлы. Рада была тебя повидать, Лодгак. Сообщу тебе, если что, узнаю. Спасибо, Сирона. Береги себя. Так, что вам? Оу. Ну надо же, новое лицо. Я тут впервые. Привет. Пиво за мой счет. Слыхал о нападении. Надо узнать, как там остальные торговцы и жители. Рада, что вы не пострадали. Вот кому я обязана. Это ж надо в одиночку одолеть тролля. Правда? Впечатляет. Спасибо за пиво. На здоровье. Да уж. Тролли. В Хоксмиде. Такого еще не бывало. Что-то не так. Если нам и приходится иметь дело с кем-то опасным, так это... Стоило помянуть. Это я Лодгаха на входе встретил. Ну и гость у тебя теперь Сирона. Не волнуйся, Виктор. Как только вы уберетесь, здесь будет исключительно приличная публика. На твоем месте я бы этого не делала. Спокойно. Обойдемся без драмы. Вот кто мне нужен. Не мешай человеку пить сливочное пиво. Я только поговорить. Ты меня, похоже, не расслышал. Я сказала, человек занят. Вам что, драк на сегодня не хватило? Идем, Теофил. Три метлы уже давно не те. В другом месте выпьем. Сливочное нынче приелось. Вы нажили себе серьезного врага. Будьте осторожны. Руквуд и Харлоу хуже любого тролля. Тролли, Ранрак, а теперь еще и Руквуд? Что ты от меня скрываешь? Честное слово, я все расскажу. Но, пожалуй, лучше не сейчас. Профессор, как же славно вас видеть. А уж как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же тролли, да еще в Хоксмиде. Сэр, тролли были в доспехах. С тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрак управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей в... Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслужить разговор Ранрака с Руквудом. Так Ранрак был в Хоксмиде. Да еще с Руквудом. Тролли должны были всех отвлекать, пока Руквуд разделывается со мной. И он бы разделался, не вмешаясь о Сироне и посетителе трех метел. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрак и темные волшебники, значит, им нужно содержимое того сейфа. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем? Да. Да. Я обнаружил надпись. И когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумана. Безусловно, это карта Хогвартса. Но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку. А точнее, в запретную секцию. И немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Итак, продолжим. Фик, для вас поручение. Идемте. Директор, я разговариваю с учеником. Расписание подождет столько, сколько я скажу. Как и ваши ученики. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озариком мне доставили, вы будете рады загладить свою вину. В мой кабинет. У вас пять минут. Себастьян, вот ты где. Как раз тебя-то я и хотел увидеть. Я был в трех метлах после нападения тролля и видел, что случилось с Руквудом и Харлоу. Виктор Руквуд обычно не удостаивает учеников своим вниманием. В чем было дело? Похожим в сговоре с Ранроком. Ранрок хочет то, что попало ко мне в Гринготсе. Ранрок, когда это тебе удалось побывать в Гринготсе? Мы с профессором Фигом очутились там после нападения дракона. Та еще история. В общем, у Фига был портал. Портал? В Гринготс? Что-то не понимаю. Да я тоже не понимаю, хоть и был там. В общем, мы попали в какое-то древнее хранилище. И там нашлась карта, ведущая в запретную секцию. Ты, должно быть, шутишь. Отнюдь. Профессор Фиг настаивал, чтобы об этом не прознала ни одна душа. Я и так слишком много тебе рассказал. Я понял. И никому не расскажу. Что бы это ни было. Спасибо, Себастьян. Ты как-то упоминал, что самому тебе хватало ума не попадаться в запретной секции. Все верно. Встретимся ночью у входа в библиотеку. И никому ни слова. Спасибо, Себастьян. Увидимся позже. Видишь? Вон к той двери нам и нужно попасть. Проклятье. Ты же говорил, что библиотекарши тут не будет. Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь, ее стол за мной. Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я придумаю, как ее выманить. А ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Ты отвлекаешь? Я добываю ключ. Все ясно. Я сказал, что проведу тебя и слово свое сдержу. Поверь мне. Кто это тут у нас? Себастьян Сэллу с компанией шастают тут. Будем надеяться, что их не найдут. О, сын, вонючки. Вам светит взвучка. Пивз, не смей. Я тебе скажу. 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 Ох, проклятый Пивз. Надо остановить его или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. Постой, я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Когда речь идет о дисциплине, у меня свой подход к преподавателям. Кроме того, мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти. Удачи тебе в поисках. Куда же запропастился этот проклятый полтергейст? КОНЕЦ 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 Вы хотели меня видеть, директор Фиджеральд, профессор Экхэм? Миссисидора Морганок. Проходите. Профессор Руквуд, профессор Бакар. Мы так понимаем, вы уже приспособились к жизни в Хогвартсе. Да, как хорошо. Особенно в вашей необычной ситуации сразу пятый курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогварт сразу на пятый курс. А других таких я не припомню. Мисс Морганок, вчера вы спросили про клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад, когда мы посещали вашу деревню. Я сразу же узнала вас всех. Не знаю даже, как вас благодарить. Мы были рады помочь. И да, в тот день я правда видела следы древней магии. Мой папа говорит, что это все мое воображение, но я и правда их видела. Воображение тут ни при чем. Перси Валь, профессор Рекхэм тоже их видит. Других таких людей мы не знаем. Но я не понимаю, что это? Похоже на шепот или следы от применения особенной формы своего рода древней магии. Древней магии? Не многие способны владеть ей. Хогвартс сам по себе, как вы знаете, оплот древней магии. Если я вижу следы древней магии, значит я могу управлять ею? Если вы обучитесь. Но давайте не забегать вперед, мисс Морганок. Чтобы обучиться такой необычной магии, вы должны освоить все, чему только может научить Хогвартс. Такая могущественная магия может причинить большой вред, если она случайно попадет не в те руки. Поэтому просим никому не рассказывать о том, что мы сегодня обсуждали. Себастьян! Опять вы шныряете по запретной секции? Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но очевидно оставлять вас после уроков уже бессмысленно. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но... Впрочем, Пивз говорил, что вы пришли сюда не одни этой ночью. Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы скажете, кто. Вы же умный мальчик. Зачем вам неприятности? Со мной никого не было. Я пришел один. Ох, Себастьян. Что же скажет ваш дядя? Ох, надо же. Тут недостает нескольких страниц. Кто-то добрался до этой книги раньше нас. И все же попробую изучить то, что осталось. Возможно, мы еще сможем узнать из нее что-то полезное. Интересно, почему она была здесь, под Хогвартсом? Кажется, я знаю, сэр. Я увидел еще два воспоминания там, где нашел книгу. Еще один омут памяти? Гудрихово сердце. Тот человек, Персиваль Рекхам, работал здесь преподавателем. В первом он и еще трое преподавателей использовали древнюю магию, чтобы спасти деревню от засухи. Мириам была права. А второе воспоминание? А во втором они говорили со студенткой, поступившей на пятый курс, как и я. Она тоже видела следы древней магии. Почему именно эти воспоминания? Ммм, может, в книге найдется объяснение? Мне придется взять ее с собой в Лондон. Директор настаивает, чтобы я лично поговорил с министром о смерти Джорджа. Понимаю. Я попробую узнать о пропавших страницах, пока вас не будет. Хорошо. И не забывайте об учебе. Вы с каждым днем все лучше управляетесь с палочкой. Доброе утро, профессор Чеснок. Ленора, дорогая, я очень рада тебя видеть. О, вот, держи. Это пригодится сегодня на занятии. Подарок для твоей тетушки. О, добрый день! Класс! Поприветствуйте новую розу в нашем саду. Ну, теперь будем расти вместе. Я очень рада, что мы снова собрались здесь. В этом году вас ждут волшебство и радость. Но самое главное, что мы будем выращивать на травологии, это знания. Тот, кто знает травологию, боится ядовитой тентаклу не больше, чем прыгучи луковицы. Итак, приступим. Сегодня мы познакомимся с громкоголосым клубнем, известным как Корень Мандрагоры. Акция! Давайте поможем нашим узловатым подопечным перебраться в горшки поудобнее. Но сперва защитим уши. А теперь каждый возьмите свою Мандрагору за листья и резко потяните. Скорее! Тотте своих Мандрагор в горшки и прессы и землей! Земля должна укрыть корень, как теплое одеяло. И Мандрагора тут же успокоится. Репара! Мне очень-очень жаль. Видимо, вам досталась почти взрослая Мандрагора. Ну все, пора прощаться. Вы все отлично поработали. Привет, Натя. Ты как? Уже оправилась после нашего памятного визита в Хоксмит? Я в порядке. Но очень беспокоилась о тебе. Ведь за тобой охотятся Ранрак и Руквудс, Харлоу. Сейчас со мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. Им нужна одна вещь, которую мы с профессором Фигом нашли в Гринготсе. Когда это тебя занесло в Гринготс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я и опоздал на церемонию распредел... Нас перенес туда портал после того, как на карету напал дракон. Ничего себе! Есть еще кое-что. Честно говоря, это как-то странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогла сражаться с троллями в Хоксмиде? Думаю, да. Я и сам еще толком не знаю, но я вижу ее следы и применял магию, которой не могу найти объяснение. Я знаю, что это трудно принять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Харлоу представляют угрозу для нас обоих. Да для всех! Поэтому я и хотела с тобой поговорить. В тот день в Хоксмиде я кое-что поняла. Я увидела твое мужество во время боя с троллем. И отвагу Сироны, которая бросила вызов Руквуду и Харлоу. Ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? Мы с мамой покинули Матабеллиленд из-за таких людей, как Руквуд и Харлоу. Я не намерена сидеть и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Хорошо. Руквуд и Харлоу – опасная парочка. А теперь они еще и с Ранраком спелись. Да уж. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Харлоу заправляет делами шайки Руквуда. Если справиться с ним, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может и так. Но разве такие, как Харлоу, не забота Констебля Сингер? Я с ней говорила. Она была очень любезна, но по понятным причинам не стала обсуждать подробности с учеником. Я подслушала разговоры бандитов Руквуда о незаконной ловле волшебных существ, которые замышляет Харлоу. Подумала, что можно разузнать об этом побольше. Собрать доказательства его вины для Констебля Сингер. Хорошо. Но как? Я буду внимательно смотреть и слушать. Выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо, Натя. Зелье варенье – это самый сложный и опасный предмет в этой школе. Ученикам пятого курса потребуется невероятное прилежание и эрудиция. Этот семестр мы начнем с рябинового отвара. Мистер Токкар, можете рассказать нам, чем может быть полезно это конкретное зелье? Да, профессор Шарм. Рябиновый отвар нужен для обработки ран, а в некоторых случаях – как заживляющее средство. Он может исцелить некоторые раны, но далеко не все. Коктевран получает очки. К концу этого занятия каждый из вас сварит свой собственный рябиновый отвар. Никогда не знаешь, когда оно может пригодиться. Приступайте. Толочь ингредиенты следует равномерными и уверенными движениями. Добавляя порошки в зелье, будьте осторожны. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Случайно чихнув, вы можете стать причиной катастрофы. Многие не забыли, как обращаться с котлом. Благодарю, что проделали такой путь. Мое имя Скроуп. Скроуп служит директору. Скроуп живет в семье Блэков давно. Прошу прощения за множество записок. Скроуп хотел убедиться, что не следят. В чем дело-то? В твоих записках упоминалась книга, которую я нашел в запретной секции. Скроуп может рассказать кое-что в обмен на помощь. Но никому нельзя знать, особенно директору. С радостью помогу. Особенно если ты поможешь с этой книгой. Скроуп благодарен. Покойная госпожа Скроупа, Аполлония Блэк, земля и пухом, училась в Хогвартсе более пятидесяти лет назад. Перед смертью она жаром говорила о страницах, вырванных из книги. Скроуп думает, что она отнесла их в свой тайный грот. Она бредила под конец. Перепутала Беладонну с Бузиной. Скроуп пытался ее предупредить. Печально это слышать. Но какая тебе польза, если я найду страницы? Скроуп думает, что бесценное фамильное кольцо Блэков тоже лежит в гроте. Скроуп хочет отдать его директору. Много лет назад Аполлония запретила Скроупу заходить в грот. Скроуп чтит ее желание. Скроуп не осмелился бы просить ученика о помощи. Но когда Скроуп узнал, что вы ищете те страницы, он подумал, что вы сможете найти и кольцо. Полагаю, это принесет пользу нам обоим. Я все сделаю. Скроуп рад. Скроуп надеялся, что юный слезеринец согласится помочь. Отнесите эту гренку гроту на побережье. И положите там на пьедестал. Удачи! Надо же! У меня гости! Меня зовут Ричард Галкрат. Я был учеником, как и ты сто лет назад. Как ты умудрился найти это место? Меня прислал домовой эльф по имени Скроуп. Сказал, я найду здесь фамильное кольцо Блэков. Ах, прости, но я давным-давно продал это кольцо. Бедняга Скроуп, небось, до сих пор страдает по Аполлоне. Не мне осуждать. Я все это наворовал, только чтобы впечатлить ее. Увы, все было напрасно. Я думал, ее заинтересует секретная карта, украденная мною Пивза. А она только глаза закатила. И что же мне делать со старыми страницами, вырванными из книги? Не горжусь тем, что я сделал. Я настаиваю, чтобы ты немедленно отдал их мне. Их здесь нет. Аполлонию не заинтересовала карта, изображенная на этих страницах. Но ей бы могли быть интересны сокровища. В общем, я тогда отправился по ней в какую-то зачарованную пещеру, так сказать. Ну, результат ты видишь. Есть такая мысль. Предлагаю нам встретиться на опушке запретного леса. И я покажу тебе, где найти страницы. Раз уж это единственный способ достать те страницы, то встретимся на опушке леса. Думаю, страницы так и остались в кармане моего жилета. Если тебя не беспокоит, что там, ну, в общем, мои обезглавленные останки, то можешь все это забрать. Привет, Скроуп. Благодаря тебе мне удалось попасть в грот Аполлонии. Гренка сработала. Там мне встретился призрак Ричарда Галкорда и отвел меня к нужным мне страницам, представляешь? Ах, этот мальчишка совсем не подходил Аполлонии. О, а что насчет Кольца Блэков? Мне жаль, но Галкорда продал его много лет назад. Да, печально. Придется подумать, как произвести впечатление на Директора. Ах, мысль о том, что молодой слезерийниц нашел то, что ему нужно, приносит утешение. Так и есть. Спасибо тебе еще раз, Скроуп. Домовые эльфы могут тобой гордиться. Вот мы снова встретились, Ричард Галкорот. Я даже не удивлен, что ты здесь. Чтобы найти страницы, нужна хитрость истинного слезерийца. Красиво сказано. Итак, куда идти дальше? Иди за мной. Я провожу тебя, насколько смогу. Но боюсь мне малость не по себе возвращаться на место моей кончины. Важно не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи «Интрамурос». Кажется, это на латыни или на греческом. Как можно догадаться, я был не самым прилежным учеником. Идем? Кажется, это на латыни или на греческом. Неужели? Это вы? Кто-то, наконец, нашел наш зал картографии? Ой, вы же были в омуте памяти. Вы профессор Рекхам. Действительно. Должен признаться, я удивлен видеть кого-то столь молодого передо мной. Мне столько же, сколько было вам и с Асидорой Моргана, когда вы поступили в Хогвартс. О, вы еще и внимательны. Полагаю, у вас есть такой же дар, как и у нас? Видеть следы древней магии? Да, сэр, могу. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии. Нам подвластны редкостные проявления магии, недоступные многим другим. Вам могут предоставиться возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор. Благодарю вас. Тогда нам многое нужно обсудить. Но сперва вас привела сюда карта, найденная в некой книге. Поставьте эту книгу на пьедестал. У меня нет с собой книги, сэр. Это весьма досадно. Тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь с книгой, и мы продолжим. Хорошо. Я сейчас же отправлюсь за книгой. Хорошо. Когда вернете книгу, продолжим разговор. Мистер Клоптон, не отвлекайтесь, пожалуйста. Простите, мадам Кагала. Минуточку. Познакомьтесь. В наших рядах сегодня пополнение. Привет. Здравствуйте. Цель сегодняшнего урока — напомнить вам, что маневры на метле не должны приводить к печальным последствиям. Метла — это в первую очередь средство передвижения. Как раз об этом некоторые любят забывать. На моих уроках вы не будете учиться пикированию, бочкам и мертвым петлям. Оставьте это профессиональным командам, вроде Тойуха, Ситэнгу. А вы не их поклонник. А теперь давайте посмотрим, сколько времени вы уделяли тренировкам на каникулах. На всякий случай напомню. Вам нужно встать рядом с метлой, четко и твердо сказать «вверх», а затем усесться на метлу верхом. Всем все понятно. Вверх! Спасибо. Теперь ваша очередь. Вверх! 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 Ты дурацкая школьная развалюха! Вверх! Перекиньте ногу, чтоб с обеих сторон по одной ноге. Боком не сидеть, как в дамском седле, не то вас порывом ветра сбросит. Если услышите мой свисток, когда будете в воздухе, сразу же приземляйтесь. Я смотрел, как ты летаешь сквозь кольца. По-моему, у тебя неплохо получается, даже на чахлой школьной метле. Мне показалось, ты готов к чему-то более сложному. Но я забегаю вперед. Мы толком не познакомились. Меня зовут Эверет Клоптон. Подозревая ученика Слизарина вроде тебя, могут заинтересовать приключения высоко в воздухе. Я прав? От такого сложно отказаться. Что ты задумал? Небольшую экскурсию, так сказать. За мной! И где же вы двое пропадали? Ой, здравствуйте, профессор! А мы тут решили немного потренироваться. За нарушение моих указаний каждый из вас будет лишен призовых очков. Мистер Клоптон, я разочарована. Вы все еще в этом классе, потому что... Потому что до сих пор не умеете уважительно относиться ни к своей метле, ни к себе самому. Но, профессор... Довольно. На сегодня урок окончен. Что касается вас, думайте о последствиях, прежде чем принимать решение. Не вешайте нос. Летали вы весьма недурно. Профессор Уизли! Подальше от посторонних глаз. Простите, меня задержал директор и... Мэрлинова борода. Я гляжу, вы зря времени не теряли. Прекрасно. Идем? После вас, профессор. Осторожнее! А? О, вот и вы. Минутку. Дик к вам спустится. Здравствуйте. А, Дик, мы тебя искали. Попрошу прощения, профессор Уизли. Дик смотрел, что нового в комнате с прошлого раза. Это и есть тот ученик? Вот именно. Для Дика честь узнать вас. Я подружилась с Диком еще на втором курсе. Мы вместе нашли эту комнату. Я рассказала ему о вас. Мы считаем, что комната поможет вам в учебе, как помогла и мне. Дик, будь добр. Конечно, профессор Уизли. Сосредоточьтесь на том, что вам необходимо. Просто закройте глаза. И представьте себе комнату такой, какой вы хотите. Остальное она сделает за вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Себастьяна, давно не виделись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно тебе кое-что показать. Хочу поблагодарить тебя за твой поступок в библиотеке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с Оменисом уже знакомы, виделись у нас в гостиной. Я заметил, что палочка помогает ему ориентироваться в замке. Да? У Омениса врожденная слепота, и ни одно заклинание не способно его вылечить. Его палочка, кажется, обладает собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. А Левандр всегда повторяет, что палочка выбирает волшебника. Это она помогла ему найти это место? Нет, ему кто-то из родных рассказал. У Мраксов полно всяких тайн. Я никогда не слышал о ней ни от кого другого. И никого больше здесь не видел. И ты никому не говори, что был здесь. Особенно Оменису. Он не питает теплых чувств к членам своей семьи с их секретами, но это место ему по-настоящему дорого. Конечно. Оменис рассказал мне о своей семье. Он действительно не питает к ним теплых чувств, мягко говоря. Спасибо тебе за понимание. В общем, крипто идеально подходит для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз. И даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда? Каких, например? Можно попробовать взрывающие заклять. Преподаватели считают, что оно не для учеников. Похоже, это и правда опасное заклинание. Ты говоришь, как Оменис. Он тоже не одобряет запрещенные заклинания. Хотя это выучил охотно. Такие заклинания, как Конфринго, опасны только для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать. Надо просто учить как следует. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя. Здесь это будет безопасно. Надо признать, мне понравилось. Мы с Оменисом себе брови опалили, когда только начали учить заклинания Конфринго. Хотелось бы мне на это посмотреть. Я думал, нам никогда про это забыть не дадут. Но в этом заклинании до сих пор есть нечто притягательное. Именно такую магию мне всегда и хотелось изучать. Тебе предстоит узнать еще много интересного. Годами я осваивал здесь подобные заклинания. Даже Анна и Оменис знают об этом далеко не все. Давненько я не приходил сюда. Без Анны здесь совсем по-другому. Очень жаль твою сестру. Хотелось бы мне чем-то помочь. Может, поедешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в Фелдкрафт? Познакомишься с Анной? Может, удастся ее малость подбодрить? Давай встретимся. Только скажи, когда. Анна так скучает по Хогвартсу. Она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном, дядей Соломоном. Увы, с ним тебе тоже придется познакомиться. Знакомство с новым учеником как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением. Отлично. Кстати, о чем тебе не хотелось говорить со мной в зале? Даже не знаю, с чего начать. По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Полагаю, это как-то связано с той историей с порталом, Гринготсом и Ранреком. Вижу, тебя не проведешь. И да, действительно связано. Думаю, ты понимаешь, что это еще далеко не все. Я тебя внимательно слушаю. Обещай, что это останется между нами. Я же рассказал тебе о потайной крипте. Ты тоже можешь мне довериться? Ну хорошо, я скажу. Я вижу следы древней магии. Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Что это вообще за древняя магия? Честно говоря, я толком и не знаю. Знаю только то, что могу различить шепот древней магии, который не замечают другие. Мы с профессором Фигом думаем, что Ранрек научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить. А эти твои способности? Благодаря им ты тоже можешь использовать эту магию? Ну... Я даже не знаю. Что ж, сообщи, когда узнаешь. Я давно занимаюсь изучением архаичных форм магии. Может, вместе мы разберемся? А пока не помешает уделить немного времени взрывающему заклятию, раз уж за тобой охотятся Руквуд и Ранрек. Можешь оставаться здесь столько, сколько нужно. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Эй! Я тебя слышу. О, привет, Оменис. А я как раз иду в нашу гостиную. Я слышу знакомый голос. Ты тот новый пятикурсник. Ты только что вышел из крипты? Как ты зашел туда? Эта комната называется Крипта? Ага, ну, меня в этот странный проход, в общем, случайно занесло. Не надо врать мне. Никого не может занести сюда случайно. Это Себастин тебе рассказал. Скажешь кому-то хоть слово об этом месте. И даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не спасет. Мой отец дружит с директором. И я не постесняюсь использовать свои связи, если понадобится. Не нужно мне угрожать. Я не скажу ни слова про твою крипту. И Себастин хороший друг. Не надо сразу думать о нем худшее. Меня не интересует твое мнение о моем самом давнем друге. Спасибо большое. Оменис, я просто хочу сказать... Я знаю, что ты хочешь сказать. Себастин уже и так вляпался. Обойдется и без твоей помощи. Вы вернулись? Наконец-то. Министр Спевин больше говорит, чем слушает. Все разглагольствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор. Пока вас не было, столько всего произошло. Домовой эльф профессора Блэка, Скроуп, передал целый шквал сообщений. Неужели Скроуп отправлял вам сообщения? Да. Мне это тоже показалось странным. Он попросил меня встретиться с ним и прихватить Гренку. Зачем Гренку может понадобиться? Пещеру под озером. И там мне встретился призрак Ричарда Галкрода. Да кто такой этот Ричард Галкрод? Он когда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Я добрался туда и возле останков Галкрода обнаружились утерянные страницы. Неужели все-таки нашли? Да. И поскольку Галкрод успел воспользоваться изображенной на них картой, то удалось обнаружить и место на карте. Хотите верьте, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. И почему меня это не удивляет? Покажете мне? Я надеялся, что вы это скажете. О, ей придется взять с собой книгу. Поверить не могу. Все это время она была прямо у нас под ногами. Субтитры создавал DimaTorzok Любопытно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это карта. Вот Хогсмидт. А тут у нас запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Жаль, что ты этого не видишь. Как поживаете, профессор Фиг? Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю. Еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного магического дара. Потенциал и сила которого раскроются, если вы докажете, что достойны. Место проведения каждого из четырех испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания, которые вы увидели в моем сейфе в Гринготсе? Вы обсуждали портал со своим другом Чарльзом и испытания, созданные для тех, кто способен увидеть следы древней магии. Именно. Чарльз тоже один из хранителей. Так мы назвали себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания в тайне до настоящего времени. Так что же? Ни переход из руин в Гринготс, ни сокровищница, ни запретная секция, ни поиск этой комнаты не были частью испытания? Все это важная часть пути. Но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали в тайне, ни в коем случае не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но вот что не менее важно. Все, что вы увидите во время испытаний, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь терпением. Испытания многому вас научат. Но нужно время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы очень долго ждали, профессор Фиг. Уверен, еще чуть-чуть со всем уважением, сэр. Хотя я не знаю, что за секрет вы храните. Я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. Нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяющий невероятную магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринкотте. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие действительно. Скажите, вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. Что ж, учитывая ваши незаурядные умения и выдающиеся достижения, мы можем начать. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места испытаний, но пройти их может лишь тот, кто наделен даром. Взглянем на карту. Я знаю эту башню. Это недалеко. Может, вы и сами ее видели? Кажется, нет. Возможно, ваш юный друг путешествовал не так часто, как вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны. И не говорите никому, куда вы идете. Здравствуйте, профессор. Вы сказали, башня Сана Бакара? Именно. С профессором Бакаром вам вскоре предстоит познакомиться. Я рад, что не ошибся, предположив, что мы встретимся снова вскоре после нашей последней встречи. Хотя, судя по шуму, что я слышал вам, было довольно непросто сюда добраться. Да, профессор. Рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал. В таком случае нельзя терять времени. Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии. Вы уже такие видели. Теперь оно открыто. Используйте его, чтобы пройти к двери. Боюсь, большего подсказать не могу. Профессор Фик не может пойти с вами. Так что будем ожидать вас в зале картографии. Запоминайте, что видите. Субтитры сделал DimaTorzok Твоя способность преображать окружающий мир просто поносительна. Что такое? Отцу становится хуже. По-моему, он уже не оправится от потери сына. Тяжело видеть, как страдают дорогие нам люди. Мой брат уже давно умер. У отца так сильно терзает боль, будто его сын умер только вчера. Ему нужны не мои способности, а покой. Как я могу помочь ему, профессор? Ты и так уже много сделал. Этого мало. Я хочу избавить его от боли. Я прекрасно тебя понимаю. Возможность использовать магию, чтобы преобразить не только физический мир, искушает. Но человеческие эмоции – это могущественная сила. Даже самая умелая ведьма не может знать, каким последствием приведет необразимое вмешательство в эту силу. То есть я должна просто смотреть, как боль его убивает? Но пойми, это же не твоя боль. Каждый год ученики видят в чаринках все более и более несуразные, чем раньше. О, мисс Морганок! С возвращением в Холмвартс, профессор! Теперь снова придется привыкать. Профессор Руквуд? Было приятно узнать, что вы приняли должность профессора защиты от темных искусств. Присаживайтесь, Зинора. Расскажите о своих путешествиях. Я надеялась, что вы с остальными зайдете ко мне в гости этим вечером. Так много хотела вам рассказать. Замечательно. Мы известим остальных. Очень хорошо. Тогда до встречи. Что это тут у нас? Я учусь в Хогвартсе, сэр. А это профессор Фиг. Профессор Чарльз Руквуд к вашим услугам. Кто-то прошел первое испытание? Профессор Руквуд. Да, это я. Мы видели вас в омуте памяти в Гринготсе с профессором Рекхэмом. Верно. Значит, вам удалось найти портал, ведущий в сейф профессора Рекхэма, и расшифровать карту из медальона, который висел над тем омутом памяти. Удалось. Но над последним омутом памяти висел какой-то предмет, который я не могу опознать. Ах, да. Вы найдете подобный артефакт в каждом испытании. Храните их в безопасном месте. Они вам понадобятся, чтобы пройти весь уготованный вам путь до конца. Соберите все артефакты, и мы сообщим, что делать дальше. Что ж. Можете рассказать что-нибудь о следующем испытании? Прежде чем вы приступите, я хотел бы обсудить с Чарльзом ситуацию, сложившуюся из-за гоблинов. Гоблины? Этот ученик видел следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. Они с наставником, профессором Фигом, столкнулись не только с гоблинами, рыскавшими возле башни Сана Бакара, но и с могущественным гоблином в моем сейфе в Гринготсе. Хм. Будет разумным приостановить дальнейшие испытания, пока мы не разузнаем больше. Мы доверимся вашему суждению в этом вопросе, конечно же. Итак. Постойте, профессор. Это фамилия Руквуд. Не кажется ли вам... Что есть какая-то связь с Виктором? Может быть. Но непонятно, насколько это важно. Да и важно ли вообще. А пока расскажите мне, что вы увидели в омуте памяти. Перед тем, как стать профессором в Хогвартсе, ведьма по имени Иссидора из последнего омута памяти спорила с профессором Рекхмом насчет использования магии, чтобы снять боль. Хм. Будем надеяться, следующее воспоминание позволит узнать больше. А пока нужно выяснить, что известно о Ранруку. Честно говоря, понятия не имею с чего начать. Вообще-то у меня есть кое-кто на примете. Однажды я видел, как Сирона разговаривала с Гоблином в трех метлах. Кажется, они дружат. Что ж, стоит попробовать. Посмотрим, что вам удастся выяснить. Ну, конечно, не забывайте об учебе. Да, сэр. Добро пожаловать. Хм. Вижу, вы уже познакомились с некоторыми существами, которых мы с вами будем изучать. Но помните, что относиться к ним легкомысленно нельзя. Каждый из этих существ по-своему опасен. Особенно для тех, кто не умеет с ними обращаться. По-видимому, многие из вас подзабыли, как ухаживать за волшебными существами. В таком случае начнем с повторения основ. Мисс Добринг. Пожалуйста, на этом уроке помогите новому ученику. Хорошо, профессор Ховен. Привет, я Поппи. Поппи Добринг. Не волнуйся, профессор Ховен иногда слегка преувеличивает. Существа на ее уроках совершенно не опасны. Мисс Добринг, не отвлекайтесь, пожалуйста. У карликовых пушишек очень шустрые языки. Хорошо, профессор. Вот, можешь попрактиковаться на Джеральде. Только берегись его языка. О, за усы жмыров можно выручить пару-тройку гнатов. Так что сможем закупиться сладостями. Тупая тварь. Сейчас. Чудачка Поппи приперлась. Что, за грызуна распереживалась? Ее зовут Персифона. Ее зовут Персифона. Это не смешно. Пошли. Отойди. Познакомься с Крыланной. Она красавица, верно? Ну, давай, подойди и познакомься. Только не забудь. Перед тем, как приблизиться к гиппогрифу, нужно проявить уважение. Познакомься с Крыланной. Здравствуйте, мисс Райан. Спасибо вам еще раз за помощь с Руквудом и Харлоу в день нападения троллей. Зовите меня Сироной. Рада была помочь. Ох, от этих двоих одни беды. Хорошо, что вы были здесь, когда они нашли вас. И я. Вы же говорили с Гоблином в тот день? Да, с Лодгаком. Он друг. Похоже, у вас с ним хорошие отношения. Я его давно знаю. Познакомились, когда я школьницей подрабатывала в трактире. До того, как выкупила его. Он был весьма приветлив, но друзьями мы не были. Он не доверяет волшебникам. И неспроста. Но теперь вы друзья? Да. Мы с ним довольно давно не виделись. Но при встрече он сразу меня узнал. А ведь жизнь оставила след на моей внешности. Даже школьные приятели не всегда...